Музыка Наступило время, когда все экзамены сданы, а площадки для школьников прекратили свою деятельность. Самое время начать ремонтировать учебные учреждения. Именно поэтому сейчас мэр города активно проверяет, на каком этапе подготовки находятся школы. Около двух недель назад Юрий Гришан уже объезжал школы, и тогда он был не сильно удовлетворен темпами всех работ. Что касается 29-й школы, они сейчас на верстале упущены, они полностью изготовили окна для замены. 60% окон уже вставлены, идет заделка межпанельных швов, и вот приступят уже к окраске фасады. И самое главное, что в прошлое посещение у нас не было заключенного контракта по ремонту столовой. Да, я вижу, что работает достаточно много людей, это можно сделать. 1 сентября столовая должна 29-й школе заработать, других вариантов нет. Хуже здесь по эколого-биологическому лицее, здесь работает тот же подрядчик. Но что успокаивает, что все окна изготовлены, на то посещение у нас не хватало профиля. Сейчас профиль весь здесь, окна изготавливаются. Вот пока мы здесь, уже 50 конструкций подошло, завтра еще. И надеемся, что 1 сентября и эколого-биологический лицей будет сдан. Более того, в планах у подрядчика идет покраска фасадов, и если в 29-й школе это успевают сделать до учебного процесса, то в лицее эти работы будут проводить в сентябре. Но не стоит опасаться, что это будет отвлекать детей от учебы. К тому времени останется покрасить только внутренний фасад лицея, где окна выходят с коридоров. И также, чтобы не мешать ребятам и учителям, во дворе не будет каких-либо больших конструкций. Покраской займутся рабочие, которые для этого будут спускаться с крыши на тросе. Кроме этого, во время объезда мэр заметил, что весь газон на школьном поле затоптан и находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому он сообщил администрации школ о том, что нужно связаться со специалистом, который привезет пылесос стоимостью около 20 миллионов рублей, купленный именно для этих целей. Он способен не только почистить поле, но и засыпать необходимым песком поверхность. В рамках программы «Столица» в Магадане устанавливают новые спортивные площадки. Вместе с травмобезопасным покрытием также установят комплексные зоны для сдачи норм ГТО и баскетбольные площадки. Сегодня мэр областного центра Юрий Гришан решил проверить, как ведутся работы на двух точках в городе. Мы заезжали сейчас на площадку во дворе набережная 3, там где подвиг находится, там ведутся работы по асфальтированию. Здесь уже закончены работы по асфальтированию, уже компания «Мастер Файбер» в принципе закончила и с разметкой, установит баскетбольные кольца. И мы вот через несколько дней уже откроем здесь спортивную площадку. Это мы находимся на улице Нагаевской, 53. Здесь была разбитая хоккейная коробка, травмобезопасная. Мы решили сделать вот такое поле, я думаю, оно будет востребовано, в том числе и вместе с комплексом для сдачи норм ГТО. К середине августа все работы на этих объектах закончатся. Поэтому, когда в регион вернется большая часть детей с отпусков, им будет где позаниматься и поиграть. Кроме этого, такие же площадки появятся на улице Марчиканская 2, на набережной 51, возле 13-й школы и даже на Соколе. Всего до конца этого года в городе появится 6 подобных площадок. Хотя на улице Нагаевской площадка еще не готова к полной эксплуатации, но жители соседних домов уже хвалят ее. Однако есть небольшая проблема, которая пугает ребят там играть, а именно с собаки. Я сегодня звонила в полицию. Нет, надо, знаете, куда звонить? 112 надо звонить. 112. Надо звонить 112. 112? 112. Вообще только нельзя. Не может такого быть. Круглосуточно. Я даже подошел телефон. 112 звоните. Я не знаю, модную полицию разогнал. Ну, штук 10 было. Дети боятся за больницу. Ну, как боятся? А вообще замешат матчатых зоносов. 28 июля в УМВД России по Магаданской области провели брифинг, где рассказали о результатах мероприятий по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. По итогам первого полугодия сотрудниками органов внутренних дел выявлено 165 наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечено более 50 человек, которые так или иначе причастны к незаконному обороту наркотиков. Помимо этого, также установлено 128 человек, причастных к хранению и потреблению наркотических средств. Всего за весь этот период изъяли более 6 килограмм наркотиков. Большую часть составили наркотики синтетического происхождения. Большинство сделок с наркотическими средствами сейчас осуществляется дистанционно посредством так называемых интернет-магазинов. Большая их часть. В связи с этим и меры, принятые органами внутренних дел, были соответствующими. В структуре подразделения по контролю за оборотом наркотиков образовано специализированное подразделение по противодействию IT-преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотических средств. Это подразделение укомплектовано специалистами, что в принципе и позволило в текущем году, благодаря проведенным оперативно-зрастным мероприятиям, произвести ряд значительных изъятий наркотиков. В суд направлено около 50 уголовных дел в отношении лиц, которые работали в подобных интернет-магазинах и разносили закладки по городу. Во всех этих случаях обвинения были предъявлены за совершение преступлений в составе организованной группы, где наказание – это лишение свободы до 20 лет. В текущем году мы уже проводили оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Тайник». На прошлой неделе мы также провели такое мероприятие. Здесь в основном берутся анализы данных, которые поступают нам от граждан. В большинстве случаев это жалобы. Жалобы о том, что некоторые территории поражены таким явлением, что на них появляются постоянно лица, которые либо раскладывают, либо подбирают так называемые закладки. По результатам такого оперативно-профилактического мероприятия, проведенного, например, на прошлой неделе, нами были установлены ряд лиц, которые приобрели, ну и в том числе и закладывали наркотические средства. Если вы видите, как человек совершает что-то подобное, то нужно незамедлительно обратиться в полицию, потому что очень часто об этом рассказывают, когда на месте уже никого нет. Если вы среагируете на это моментально, то оперативная группа успеет задержать и, возможно, даже изъять запрещенные вещества. В Магаданской области полным ходом идет путина. Соответственно, на рынке увеличились продажи красной икры. Однако цены совершенно разные. Если на рынке урожая полкило икры горбуши стоит 2500 рублей, то на просторах социальных сетей колымчане продают ее уже от 3300 рублей до 3500 рублей. Хотя вес не меняется. И это странно, потому что сейчас горбуши идет очень много, поэтому просто нет необходимости так сильно поднимать ценник. Тем более, намного безопаснее покупать икру на рынке или в специализированных магазинах, из-за того, что там у сотрудников есть все необходимые документы, подтверждающие качество икры. Более того, продавцы рассказали вечернему Магадану о том, пользуется ли спросом красная икра. Оказалось, что сейчас икру берут в основном для себя и совсем немного. Но когда жители региона улетали в центральные районы страны и в качестве гостинцев собирались везти икру, то тогда она пользовалась большей популярностью. С 15 июля начался прием заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать образование. На данный момент документы подали более 10 тысяч родителей и всего выплату одобрили почти на 13 600 детей. Все пособия начнут перечислять 16 августа. Напомним, что заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября этого года. Также с 1 июля идет прием заявлений на ежемесячное пособие от малообеспеченных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Единственных родителей и родителей, получающих по суду на ребенка алименты. Сейчас появилась возможность получить электронный дубликат СНИЛС в случае потери. Получение дубликата займет немного времени. Для этого потребуется полная регистрация на портале Госуслуг. Для начала нужно будет зайти в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, используя пароль от своей учетной записи с Госуслуг. Далее выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет». Нажать по вкладке «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства» и затем на кнопку «Запросить». Также, если нажать на соответствующую отметку, то можно будет получить уведомление о готовности документа на электронную почту. Продолжение следует...